Разбираем странный обмен. Бразильский полузащитник Барселоны Артур Мило прошел медосмотр в Турине. Ювентус заплатит за него 70 миллионов евро. Боснийский полузащитник Ювентус Семиралин Пьянич прошел медосмотр в Барселоне. Каталонский клуб заплатит за него 60 миллионов евро за свои новые команды. Они начнут играть со следующего сезона. Недопустим, Ювентус получает молодого и перспективного игрока, который теоретически вписывается в игру Маурица Саре. Но зачем этот обмен Барселоне? В чем логика? Артур в 2018 году переезжал в Каталонию в статусе нового Хави. Подобная аналогия позволяла проводить умение бразильца эффективно обращаться с мячом и моментально находить свободное пространство на поле. В матче Лиги Чемпионов против Леона Артура дал 98,6% от точных передач, 71 из 72, фантастический показатель для игрока, который нацелен на чужие ворота и не боится идти в дриблинг. Артур может открыть новую эпоху, сказал пронаследника Хави. Но все как-то позабыли, что предыдущая эпоха, эпоха Хави, длилась не так уж долго. С 2009 по 2011 вице-капитан Барселоны неизменно финишировал в топ-3 гонки за золотой мяч. Но его талант был востребован далеко не всегда. В начале карьеры ему по большей части приходилось играть опорным хавбеком с минимальным вовлечением в атакующую игру, а при тренере Франке Райкарде, в довольно успешный период для Барселоны, он даже подумывал покинуть клуб. Хави ушел из Барселоны в 2015 году, и в последний сезон уже не выглядел незаменимым элементом командной игры. Не из-за возраста, а из-за того, что сместились тактические акценты, Барсы из команды, где правило полузащита, превратилось в симбиоз атакующего Трия, Месси, Суарес, Неймар, и обслуживающего их персонала. Скорее всего, в сегодняшней Барселоне даже Хави в самом расцвете сил не был бы так востребован, как в команде Гвардиоллы. Но он все же обладал одним важным навыком, которого лишен его бразильский наследник, Хави обострял ситуацию на поле, а не только сохранял контроль мяча. Артур ищет мяч в тех зонах, где минимален риск его потерять, чаще всего, на свободном пространстве за линией мяча. Его основный инстинкт после получения мяча, сохранить его, сыграть понадежнее. При огромном количестве передач за игру, 77.2, больше только у Крауса, Бонниги и Одноклубников, Артур меньше всех остальных коллег по Амплуа в чемпионате продвигает мяч вперед. Более того, за два сезона в чемпионате привыкли к такому стилю игры, соперники редко прессингуют бразильца, потому что знают, что его передачи безопасны. Бускетс, несмотря на то, что играет глубже по позиции, под прессингом отдал на 140 передач и больше Артура. Функцию Артура отдал, открылся всегда может взять на себя Фринкиди и Йонг, при этом тактический потенциал голландца гораздо выше. Показательный момент, в недавней игре с атлетиком каталонцы в атаке стали выглядеть гораздо интереснее после того, как вместо бразильца Наполе вышел еще более молодой настырный воспитанник Рики Пуч. Пуч далеко не идеальный атакующий полузащитник, но другого игрока такого профиля в нынешней Барсе просто нет. Ди Йонг, Ракетич и Артур, глубинные племейкеры, Артура Видаль, сторожевой пес. Каталонцам часто нужен в средней линии игрок, который при получении мяча в первую очередь будет думать о его продвижении вперед, способный сыграть вертикально. Эту роль в последних матчах исполняет Пуч. Представьте себе полузащитника, ему немного за 30, фантастически понимает игру, вовремя отвлекает на себя внимание и вовремя атакует пространство, умеет разбивать линии пасом и очень хорош под давлением. Кого вы представили, Серджи Бускец или Миралема Пьянича? Но это не означает, что Барселона за 60 миллионов евро покупает запасного. Последнее время при Саре в Ювентусе Пьянич смотрится не очень здорово, он недостаточно мобилен и не обладает необходимыми данными для того, чтобы продвигать мяч вперед самостоятельно. Именно поэтому тренер Юви положил глаз на Артура с его бразильским дриблингом. Однако при Алегри Ювентус играл иначе, от Пьянича требовалось только заниматься доставкой мяча вперед и разрезать оборону соперника. Он не должен был ни лезть вперед с мячом сам, ни заниматься черновой работой, поскольку коллективная система игры в обороне снимала с него индивидуальную ответственность за это. Теоретически в связке с Серджи Бускетцем и Фринки Де Йонгом он должен откатиться к туринским настройкам времен Алегри. С игровой точки зрения нельзя говорить о том, что Барса уберет футболиста А и поставит вместо него футболиста Б. Чем ближе к штрафной площади, тем хуже для Пьянича, которому нужна дистанция для оценки ситуации и которому не свойственно обострять игру за счет обыгрыша. С другой стороны, все равно за мячом регулярно опускается Амесси, и когда это происходит, все играют на него. В таком случае Пьянич будет лучше Артура хотя бы потому, что он умеет играть более вертикально. В любом случае, Кики Сетьен, или кто будет следующим тренером Барселоны, получит большой набор разнообразных инструментов в полузащите. В команде сейчас не существует какого-то оптимального сочетания игроков в центре поля. Когда нужно лезть вперед, выходит Пуч, когда нужен контрпрессинг, выходит Видаль. Навыки Пьянича оказываются просто более востребованными, чем навыки Артура в этой конкретной системе с Месси. Про возраст нужно понимать следующее, Барселона находится в режиме победы здесь и сейчас. Пока за команду играет Месси, на днях справивший 33-летие, ни о каком долгоострой речи идти не может. Да, ни один футболист не должен быть выше команды, но эту точку невозврата Барселона прошла много лет назад. Существует мнение, что руководство Барселоны вообще совершает трансферы исходя из какого-то генератора случайных чисел. Попробуйте навскидку назвать игрока, который был бы приобретен каталонским клубом после 2014 года. Тогда пришли Суарес, Терштиген и Ракитич, и реально усилил основный состав. Но логика в обмене 23-летнего футболиста на 30-летнего есть. Просто она прослеживается за пределами футбольного поля. Из-за пандемии даже большие клубы испытывают серьезные финансовые трудности. Система финансового фейерплей заставляет их искать разнообразные лазейки для того, чтобы сделать бухгалтерские отчеты привлекательными. И здесь на помощь приходит продажа покупка футболистов за немного завышенную цену. Дело в том, что продажа игрока вписывается в ближайший финансовый отчет, тогда как приобретение игрока размазывается ровным слоем по всему сроку подписанного контракта. Артур обошелся Барсе в 30 миллионов евро и отыграл по шестилетнему контракту два сезона, это минус 10 миллионов евро. При нереализованной стоимости в 20 миллионов евро Барса продает его за 70 миллионов и получает прибыль в 50 миллионов евро. Для Ювентуса тоже выгодно продать пьянича за 60 миллионов евро, ведь по тому же принципу его нереализованная стоимость в туринском клубе – 13 миллионов евро. Такая хитрая математика, по сути, обмен с доплатой 10 миллионов евро, а в итоге оба клуба получают прибыль в 50 миллионов. Такое уже проворачивали в Каталонии, когда обменяли вратаря Селесина в Валенцию на нету.